здравствуйте в эфире программа разговор по душам с вами в студии я елена бубнова и врач психотерапевт алексей изотов здравствуйте алексей здравствуйте елена с места в карьер или приветственные слова для наших телезрителей на ваш выбор ну давайте в карьер что у нас будет сегодня карьером хочу напомнить нашим телезрителям что у нас прямой эфир телефон в студии 202 11 22 звоните присоединяйтесь к нашей беседе к нашей теме предлагайте свою какую-то мы готовы обсуждать да присоединяйтесь к нашему летнему разговору это время отпусков время когда я по потоку людей в центр вижу что люди в основном наверное где-то отдыхают где-то с детьми где-то самостоятельно и в такой сезон наверное когда это в общем логично наверное люди не очень хотят с какими-то переживаниями разбираться и так далее вот а мы с вами на посту ели я хотел что сказать да я хотела предложить вам сегодня продолжить разговор вокруг истории которые вы озвучили на прошлом нашей программе вы рассказывали про супругу которая испытывает чувство вины если я не ошибаюсь за свои какие-то действия внутри семьи даже у нас шел разговор что те модели ее поведение которое она разыгрывает на кухне ей потом приходится переносить и в постель я вас увела в прошлой программе от этой темы и вот в качестве обратной связи получила укор от наших телезрителей поэтому в этой программе предлагаю вам вернуться к обсуждению как выяснилось очень горячей интересной темы ну хорошо на ваш взгляд елена что нам стоит в этом вопросе обсудить или к чему вернуться я слушал вас одновременно думаю что напомните может быть у меня то есть памяти стерлась и я немножко исказила содержание ну давайте может быть сегодня попробуем начать с того что вообще чувство вины такое регулятивное чувство и поясните регулятивное в том смысле что когда люди дают отчет ну по крайней мере допустим в кабинете у психотерапевта на психотерапевтической консультации когда люди дают отчет о своих действиях но рассказывают о своих действиях да то можно часто услышать что они что-то сделали или не сделали из-за вот этого самого чувства ну например я сначала там накричала на ребенка потом подошла и стала перед ним извиняться потому что я почувствовал чувство вины или я значит вот как в этой истории допустим да прекратила наш брак но почувствовав что это не очень правильно что детям нужен отец я решила дальше какой-то текст идет да и масса таких каких-то историй где люди вот ссылаются на это переживание достаточно мощная она очень часто идет в паре со стыдом и в общем почему она я назвал его регулятивным потому что еще раз она является аргументом для какого-то поведение для выбираемого поведения мы можем задавать вопрос почему именно это поведение выбрано как искупление ну или как поведение которое должно уменьшить чувство вины да почему другое выбрано но в это оправдывается вот таким образом вот и если возвращаться к вашему вопросу ну то есть не повторять историю история здесь имеет второстепенное значение она имеет иллюстративное значение иллюстрирующие мы говорили о том что мы говорили о семейных отношениях где коммуникация начатая на кухне перебирается в постель потом перебирается в другие комнаты я в тот раз выразил мысль что на мой взгляд важно видеть что это не отдельные моменты это не отдельные разговоры это не отдельные вспышки в разных местах да это продолжающийся разговор через паузу через день через неделю мне кажется что это важно понимать и и тогда возникает ну какое-то представление какая-то общая картина о том а что складываю как какая коммуникация складывается но если мы говорим о супруга в данном случае супруга да и в прошлый раз был разговор о том что но если про пикантности и про интересности говорить да что если кто-то кого-то поругал на кухне они перемещаются в какую-то другую локацию да то возможно этот кто-то ждет от ну это может быть мужчина или женщина да он ждет от своего супруга гипотически можем рассуждать давайте порассуждайте муж поругал на кухне жену за что-то не за борщ невкусный посуда не помыта грязно грязно не убрано не сервировано так вот они переходят в спальню и что тогда в спальне жена изо всех сил пытается снова стать хорошей елена я думаю что этот вопрос мы вполне могли бы и задаем телезрителей телезрителям так ли это или нет но может быть кто-то отважится и опишет эту историю но в принципе такой порыв или так такой как это сказать да такой намек есть и мы в прошлый раз с вами об этом говорили о том что некие ожидания о том что кто-то исправится но в данном случае если угодно супруга исправится в в их супружеской комнате да вот там был еще интересный момент потому что я тоже на этом делал акценты сейчас потому что например для супруги непонятно как можно из кухни после скандала после таких слов переместиться в спальню еще раз это вопрос ведь не про то кто чем занимается ну вот по крайней мере мне интересно на это обратить внимание это вопрос про то как строится взаимодействие да и она не понимает как одно с другим связано ну или может быть не отдает себе отчет понимает но не отдает себе отчет сознательно она не может сказать почему мы после спальни после кухни не на кухне не сели разбираться не сели друг с другом разговаривать да чтобы снизить вот это вот обиды чтобы снизить какую-то интенсивность и только после этого пошли почему он сразу как-то так инициировал этот поход то есть вот о чем разговор не о том что кто-то кому-то должен в конце концов да ну загладить вину и так далее разговор о том что коммуникация в таком виде отыгрывания и правильного поведения должна быть продолжена не знаю я надеюсь я ну то есть правильно понятно говорю так немножко запутано пока как мне кажется у супруг допустим нет навыка в принципе ну назовем так рефлексировать по поводу собственных конфликтов сложно в это поверить ну допустим ну рассуждать и прочее и тогда они переходят спальню там у них какие-то бессознательные процессы происходит и возможно выяснение отношений но они спальные дела тоже возможно не приучены обсуждать и тогда у них вот эта вереница каких-то накопленных недообсужденных обид претензий она копится и она копится и что до какого-то вот всплеска взрыва эмоций но смотрите елена если мы продолжаем идею о том что коммуникация продолжается в данном случае она продолжается не словец не словесным способом да но что значит осознание это некий текст который человек внутри самого себя произносит после слова ага например а я понимаю это таким-то образом да или а что он хотел мне таким образом сказать а что я хотела ему таким образом сказать а как он услышал то что я ему говорю он вообще услышал да то есть он не говорит слушай пойдем туда а я могу не давай не пойдем давай здесь разберемся он мне говорит что ты меня не любишь или ты не хочешь со мной спать то есть он слышит же это по-своему да почему она отказывается она говорит нет подожди могла бы сказать она сказала бы нет подожди я не хочу туда идти с тем багажом который у нас здесь возник если она это проговаривает то возможно у них вот существует перспектива как-то разобраться если нет это отвечая на ваш вопрос мы тогда можем ходить из локации в локацию из места вместо пытаясь друг другу сказать что-то делами пытаясь друг другу что-то сказать поведением но то есть невербально до пытаясь сказать друг другу что-то отворачиваясь в постели спиной да ну таким образом демонстрируя что-то холодность ли холодность или бессонница как мы говорили да да или тоже способ да и поговорить с мужем бессонница да или или вот мой муж нас так сильно храпит что ну я не могу с ним спать в одной постели поэтому я со временем говорит супруга переместилась другую комнату в общем всех это стало устраивать у него там в одной комнате своя жизнь у нее в другой комнате своя жизнь но иногда они встречаются где-то на его территории или на ее территории в кухне на кухне где-то встречаются да то есть это причем я не знаю может быть это профессиональная такая деформация надеюсь что нет очень часто люди говорят доктор да ну вы наверное ну придумываете или подсочиняете в этом нет ничего такого да мы вот он храпит и я ушла или да мой муж мне сказал на кухне что я что-то там не то делаю и в общем то это никак не и мы это забыли мы так сказали друг другу развелась и чувствую что у меня чувство вины я что-то не доделала в семье была плохой женой и как-то наверное хочется уже все исправить но вода утекла ну например или на или другая история чтобы у нас не было перекоса скажем так в женскую сторону назовем это так регулярные нас телезрители понимают что у нас такие здесь немного образы универсальные да что эти модели могут работать как в женскую так и в мужскую сторону да и допустим история когда угроза разрыва угроза развода она красной нитью вплетена в супружество двух людей то есть они живут живут у них накаляется потом он говорит я ухожу или она говорит уходи это все такой маленький взрыв потом у него у нее масса каких-то претензий ты невнимателен ко мне там еще что-то он есть что-то в ответ говорит он уходит потом он возвращается на следующий день цветами или еще с чем-то пишет в общем снова он становится тем которого она любит и хочет видеть снова они договариваются быть вместе снова не вместе какой-то ну в общем это может быть вот не ну несколько таких циклов это же тоже в конце концов можно рассмотреть это все в длиннике в таком да как некую повторяющуюся коммуникацию в которой оба участвуют и может быть на какой-то четвертый пятый шестой цикл они эти люди задаются вопросом а что происходит да может быть они начинают друг другу этот вопрос задавать может быть они приходят с этим вопросом к специалисту ну потому что это из безобидных каких-то вещей ну например они разъехались становится все более более угрожающим они на разъехались сначала на неделю потом следующий цикл они разъехались на месяц потом следующий цикл они подали заявление на развод еще как-то там да вот они могут прийти семейному специалисту например задать этот вопрос что происходит а могут не задавать могут жить в течение какого-то времени и их может устраивать и так далее ну возвращаясь к чувству вины на в начале передачи было заявлено вот эта ситуация на кухне то есть муж предъявляет какие-то претензии но он уже изначально как будто бы какой-то сильной позиции а женщина ввести это слово она как вот жертва здесь и его какого-то недовольства неудовольствия претензий каких-то и потом она дальше вот эту свою жертвенность переносит тоже в спальню вот знаю что это такой патологический круг но хотелось бы чтобы его так немножко это раскрыли но из того что я услышал в ваших словах елена из того что в последнее время я слышу в кабинете я бы здесь два уровня выделил ну как минимум два это есть уровень личностный и который растет из какого-то ну назовем так культурного контекста конкретные этой женщины если мы говорим о женщине да в данном случае то есть часть пациенток например вспоминая какие-то детские годы говорят о том что но это вот воспитание девочек да или воспитание девочки там мама бабушка мне говорили ну мама например крайне там ситуация мама говорила или папа говорил ты такая ну какая-то маленькая слишком большая толстая худая умная глупая никогда не выйдешь замуж ты никому такая не понравишься ну иногда родители говорят хором да и в общем ты должна сделать очень много для того чтобы быть рядом с тем человеком который ну захочет с тобой вместе жить да захочет взять тебя замуж это где-то там внутри очень таким постоянным текстом прописывается вот что я называю на этот культурный воспитывающий контекст да в котором живет женщина и конечно вот эта идея о том что ну кто не пропитан этой идеи я бы с удовольствием послушал в большей или меньшей степени да и соответственно кухне должна быть хозяйка которая должна вот это вот очаг это безусловно очень важная вещь мы же я говорю не о том что этого не должно быть о том как это впитывается и насколько женщина становится вот той самой рабой любви я уже произносила это словосочетание я но это в буквальном смысле рабство за любовь то есть это не у любви в рабстве да а мне нужно что-то делать такое чтобы меня любили соответственно я должна быть у мужчин ну сразу скажем на полях отметим что у мужчин свои какие-то есть вещи свои истории свои контексты да может быть подойдем вот есть вот этот семейный контекст и есть конечно личный личностное звучание как этой женщине повезло или не повезло в течение жизни как она свой собственный опыт структурировала как она его обдумала обмыслила и так далее какая она вот в других сферах на работе там да в отношениях с друзьями то есть вот там что она тоже такая же раба любви кстати в прошлой программе я спрашивала как раз со своим руководством или с коллегами она также действует или нет ну то есть угождается старается быть хорошей я бы не я не склонен рисовать какой-то общий портрет но вот по отдельным фразам встречается такое что там она может быть холодной отстраненной и демонстрирующий как это сказать что у нее все хорошо и иногда даже друзья близкие не знают о том что происходит семье это тоже у нас ну как-то так в основном принято и потом допустим друзья с удивлением говорят как это так у вас там что-то происходит когда мы думали что вы там самая идеальная пара ну к примеру да вот или это может быть так что когда в семье начинаются холодные какие-то напряжу холодная война напряженные отношения и такое немножко расталкивание где-то на работе или еще где-то внезапно вдруг появляется человек с которым тепло и хорошо понимающий мужчины такой до который там не обязательно могут быть романтические отношения но они где-то так брежут за окном ну как будто да и не всегда им отдается отчет но вот они как будто спасают и тогда я помню историю когда женщина задается вопросом изменяла я своему мужу или не изменяла я ни с кем другим не имела постельных отношений да но в смысле душевных каких-то разговоров в смысле каких-то может быть переписок обдумываний мне было хорошо да я чувствовала себя спокойнее это вот и там сразу начинаются вот эти вопросы да но мне было так плохо что например и чувство вины да и чувство вины и желание это все прекратить с одной стороны и ощущение что без этого будет совсем тоскливо с другой ну вот у меня такой получается не столько портрет не столько одна целостная история потому что одну историю ну я не люблю рассказывать люди себя узнают в этих историях даже если она искажается она искажается мною всегда люди себя узнают и это не терапевтично скажем так да поэтому вот собираю из разных лоскутков как быть как избавиться от этого чувства вины не знаю как не то что может быть неправильно вопрос задаю как освоить навык вот в моей например да я ситуации какой-то навык думать или размышлять об этой ситуации еще каким-то другим способом то есть ну как будто бы может быть не знаю взгляд со стороны там или если я смотрю на все пессимистично то как научиться оптимистично смотреть какие вопросы себе задавать вы иногда такие хорошие вопросы в нашей программе озвучиваете что я еще хожу и неделю их обдумываю но если касательно чувства вины то одним из первых таких вопросов одними из первых вопросов является возможность обратить внимание на то что тот текст или те слова которые себе человек произносит внутри когда он себя чувствует виноватым он обычно этот текст произносит если ухо развернуть внутрь себя то этот текст можно услышать ну например ты был не прав ты не права ты поступил плохо так делать ну нельзя и так далее да вот этот текст можно услышать и обычно это текст безапелляционный но то есть этот текст такой который произносится под он может быть даже не обязательно жесткий он может быть он не похож на диалог он похож на монолог то есть это монологичный текст вот что я хотел сказать ты была не права это прям ярлыки такие это как будто да это как будто слова одного человека говоря говорящиеся говоримые другому человеку да и один говорит а другой слушает эти два человека находятся в этот момент внутри вот этого одного который пришел и отвечая на ваш вопрос когда мы обращаем внимание на этот монолог мы его иногда можем превратить в диалог то есть у человека возникать начинают вопросы так ли прав так ли права эта часть монологичная до которая стыдит винит упрекает критикует и так далее иногда мы если это терапевтический процесс начинаем исследовать а что это за часть откуда она взялась то есть человек часто выясняется скорее всего что это вот как раз те значимые фигуры мамы папы бабушки дедушки кто имел для назначения в детстве учителя одноклассники которые мы всей гурьбой на протяжении нескольких лет например ну вели себя определенным образом да устраивали буллинг как сейчас модно выражаться вот и это глубоко встроилась и эта часть иногда так сильно шумит так сильно влияет на поведение человека он не замечает тексту он на замечает влияние до автоматически себя чувствует виноватым и поработав с этим мы можем немножко это чувство вины притушить потому что само по себе чувство очень важное помогающие человеку ориентироваться в человеческом мире в социальном вот наверное так спасибо алексей за сегодняшнюю беседу напоминаю нашим телезрителям что стальной сети youtube можно посмотреть архив нашей программы оставить комментарии увидеть к чему мы адресуемся иногда да потому что прочувствую вины как от него избавиться мы как-то даже говорили спасибо что были с нами всего вам доброго до свидания о а и как и Субтитры подогнал «Симон»